В мире снега и гор в Красноярском крае набирает обороты специализированная подготовка будущих участников конкурса «Саянский марш» армейских международных игр 2019 от Центрального военного округа. С началом зимнего периода обучения на базе Пятого центра учебного военно-спортивной подготовки ЦВО «Красноярский край» развернулась активная подготовка ко второму сезону всеармейского конкурса горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш-2019». Более того, в новом году на территории природного парка Ергаки, где дислоцирована тренировочная база ЦВО, впервые пройдут международные состязания бойцов Высокогория. Заявки на участие в «Саянском марше-2019» уже поступили от представителей Вооруженных сил Индии, Казахстана, Китая и Узбекистана. Организатором единственной проводящейся в сложнейший климатический сезон конкурсной дисциплины в пакете всеармейских состязаний выступает Управление физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ. Времени до старта осталось немного. Уже в начале февраля штатные подразделения, добившиеся абсолютного лидерства в ходе отборочных этапов в военных округах, родах войск и военно-учебных заведениях Министерства обороны РФ, съедутся в Ергаки, чтобы в экстремальном противостоянии выяснить, кто же будет представлять российское военное ведомство на международном уровне. Судя по итогам первого всеармейского конкурса «Саянский марш-2018», явных претендентов несколько, в их числе обладатели Кубка лидера из ЦВО, а также конкурсные медалисты горные бойцы из ВДВ и представители Военного института физической культуры в Санкт-Петербург. Однако, отмечает начальник пятого центра, УСП ЦВО Ергаки Евгений Павлычев, прокладываемые нашими инструкторами по горной подготовке маршрутные этапы Саянского марша настолько сложны и непредсказуемы, что в фавориты может пробиться любая из команд участниц. Для этого у ее бойцов должно сойтись оптимальное сочетание силы, ловкости, выносливости и умения ориентироваться в горах. Евгений Павлычев не скрывает, что конкурсные маршруты будут непростыми. Каждой группе участников предстоит пройти 70-километровую дистанцию с перерывом на ночевку в зимнем лесу. Колебания высот движения будет происходить в границах отметок 13 миллионов 500-2300 метров над уровнем моря. В листе преодоления сошлись если не все, то многие из моментов, с которыми горные бойцы соприкасаются в реальной боевой обстановке. В том числе планирование маршрута и его преодоление, ориентирование на местности, спуск на горных лыжах по неподготовленным склонам в связках, стрельба в составе группы в горах, разведка целей наблюдением. А еще поиск пострадавшего в лавине и подъем его на скальном участке, подъем в кошках по леднику к вершине с последующим спуском с нее по закрепленной веревке, метание гранат на точность и так далее. При этом, поясняет Евгений Павлычев, организаторы конкурса отдают способ преодоления маршрутной дистанции, что называется, на откуп самим участникам. То есть команды согласно заданному вектору не обязаны идти напролом в заданную точку, они вольны выбирать путь к цели, опираясь на вдумчивое и рачительное распределение сил. Главное не пропустить предусмотренные участки преодоления конкурсных препятствий и соблюсти меры безопасности. К мерам безопасности организаторы мероприятия отнеслись особенно щепетильно. Ведь горы, как известно, никому снисхождение не делают, просчетов не прощают. А заснеженные горы, да еще при экстремальных отрицательных температурах, тем более. Потому в период проведения Саянского марша 2019 в составе сил помощи в дежурном режиме будут находиться не только экипажи базовых спасателей на снегоходах, но и спецбригада на вертолете Ми-8. В канун каждого старта маршруты будут обследованы, чтобы исключить появление в районе проведения конкурса опасных для человека диких зверей, в первую очередь медведей-шатунов. Особое место в плане мер безопасности организаторы отводят средством навигации и связи. В частности, на маршрутах все команды в обязательном порядке обеспечиваются современными мобильными переговорными устройствами. В перспективе надеемся экипировать участников специальными датчиками, сигнал от которых в режиме онлайн будет выводиться на интерактивный экран, поясняет Павлычев. Это, в свою очередь, позволит судьям не только видеть местонахождение команд и направление их движения, но и фиксировать отклонения от маршрутов, возможные плутания на незнакомой местности. Более того, при запросе помощи от команды наши спасатели будут точно знать, где именно, даже при крайне неблагоприятных погодных условиях, следует искать испытывающих затруднения участников. Такого рода эпизод в практике соревнований однажды уже был, в условиях пурги на помощь команде не смог подняться в воздух дежурный вертолет. Всю тяжесть розыска участников тогда взяли на себя спасатели на снегоходах. Будь в то время у наших спасателей онлайн-датчики, заблудившихся конкурсантов они нашли бы гораздо быстрее, поясняет Евгений Павлычев. В настоящий момент на базе Эргаки к тренировкам приступили около 50 горных бойцов из составов трех соединений Центрального военного округа. Все они профессиональные спортсмены, завсегдаты не только окружных, но и всеармейских профильных стартов. Некоторые были участниками недавнего покорения расположенного на юго-западе республики Тыва высокогорного хребта Цаган-Шибету. В период восхождения группа альпинистов ЦВО проложила абсолютно новый 26-километровый маршрут к вершине горы Мунхулик с высотной отметкой 3500 метров. Покорение вершины осложняли 40-градусный мороз и ураганный ветер. В ближайшей перспективе сформированные из горных бойцов команды кандидаты примут участие в отборочных этапах Саянского марша ЦВО. По итогам прохождения высокогорных маршрутов лучшие из конкурсантов войдут в состав сборной команды армии от Центрального военного округа. Екатеринбург, Красноярский край Юрий Белоусов, Красная звезда.